И в продолжении темы. В округе продолжается вакцинация от гриппа. По словам врачей, вирус гриппа может быть особенно опасен при одновременном попадании в организм с коронавирусом. Медики рекомендуют пройти полную вакцинацию, чтобы максимально защитить себя и окружающих. Сегодня защиту от гриппа получил и Дмитрий Артюхов. Прививку губернатор поставил в Салихарской окружной больнице. Сейчас только что поставил прививку от гриппа. Как известно, вакцинацию от коронавируса сделал еще весной. Кстати, скоро подойдет время для ревакцинации, когда врачи скажут, что нужно ее делать. Также сделаю повторную прививку от короны. Сегодня был грипп. Тоже известная болезнь. Сезон впереди. Важно, чтобы не выпасть из работы, чтобы быть в нормальном самочувствии, вовремя прививаться. Поэтому традиционно эту прививку поставил. По всему Ямалу работают пункты вакцинации и от гриппа, и от коронавируса. Они будут работать и в период нерабочих дней, как раз хорошее время, если кто-то еще не успел по какой-то причине, в это время посетить больницы, специальные центры вакцинации. Они у нас развернуты во всех городах. 70 специальных центров создано для того, чтобы в удобных условиях по записи пройти необходимую вакцинацию. Призываю всех это сделать. Здоровье самое ценное, что у нас есть. И вакцина помогает нам обезопасить себя, своих близких от самого тяжелого течения этих болезней. Накануне Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник Ви». Ранее одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения. Вакцинация от гриппа стартовала с начала сентября этого года. И прививку нужно поставить до конца ноября, до конца декабря, чтобы получить иммунитет и быть защищенным, когда придет наибольшая заболеваемость гриппом. Сейчас мы регистрируем единичные случаи заболеваемости гриппом. Поэтому важно сейчас пройти вакцинацию против гриппа. Всего у нас в округе на сегодняшнюю дату прошло 130 тысяч человек вакцинации. Продолжение следует...